Октябрь позапрошлого года. Михайловский район Рязанской области. Жалобы местных жителей привели нашу съемочную группу на берег реки Керди. Белый налет, ядовитые вещества в составе и, как следствие, повсеместный мор рыбы. Пробы воды как вещественные доказательства. Отрицать свою причастность после работы экспертов – это всегда бессмысленно. Мы проверим на жиры, на нефтепродукты, БПК посмотрим, биологическое потребление кислорода. То есть это показатель органического загрязнения. Анализы показали превышение концентрации опасных веществ. Биофармацевты попались. Первоначальные 40 тысяч рублей штрафа успеха не возымели, поэтому природоохранная прокуратура увеличила сумму до полутора миллионов рублей. Долгие два года разбирательств прошли не в пользу комбината. Свою вину здесь признали. По требованию прокурора управлением Росприроднадзора по Рязанской области в настоящее время Преоковское межрегиональное управление Росприроднадзора был произведен расчет ущерба причиненного предприятием водному объекту реки Амшанка. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура предъявила исковое заявление к предприятию. Михайловским районным судом данное исковое заявление было рассмотрено, удовлетворено. На предприятие была возложена обязанность по возмещению ущерба, причиненному водному объекту в размере более полутора миллионов рублей. К настоящему времени решение суда исполнено. Денежные средства поступили в доход муниципального бюджета. Справедливости ради надо сказать, что очистные сооружения компания-нарушитель серьезно обновила. Теперь инцидент с выбросом, говорят здесь, маловероятен. Впрочем, полуторамиллионный прецедент уже создан. Победа природоохранной прокуратуры в суде – своеобразный посыл всем разрушителям экологии. Пощады не будет. Ответить придется длинным рублем. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует...